Всем привет! Сегодня воскресенье, выходной день и погода просто опять замечательная, светит солнышко и в такую погоду хочется гулять, особенно сегодня выходной, поэтому грех не пойти не погулять чем сейчас и займемся, я уже сделала свой макияж на голове у меня пока хвост, не знаю что делать с волосами мне на выходных так лень вообще заниматься волосами еще для видео я там как-то стараюсь или накрутить там волосы или как-то их уложить а для повседневной жизни мне хочется просто... Сэмя, а что ты там делаешь? что ты там делаешь? вот скажи мне, что ты там делаешь? так вот, надо будет сейчас еще на голове что-то придумать или вообще какой-то пучок себе сделаю и пойду вот, это в принципе все на сейчас, увидимся немножко позже я сделала прическу и решила, что сегодня я буду вся такая fashion с такими губами мне нравится, не знаю откуда ко мне это пришло я сделала такой весь а-ля натюрель мейкап сначала с утра а закончилось это все тем, что я сделала такие губы и теперь мне кажется придется переодеваться потому что я вся такая очень просто одета такой свитерок из ингоры мягенький, джинсики просто и мне как бы абсолютно не хотелось сегодня заморачиваться и вот эти губы как-то из ниоткуда просто пришли поэтому мне кажется придется сейчас переодеваться иначе все остальное как-то уже не пляшет ну вот так вот мне кажется немножко более органично получится не обращайте внимания на мои тапочки в тапочках естественно и не пойду но вот так вот будет намного лучше и так странно как одна какая-то несчастная помада может настолько сильно диктовать образ в целом поэтому да, это действительно странно но сегодня какое-то у меня вообще настроение очень странное поэтому буду наверное заканчивать собираться и уже надо будет идти уже довольно много времени сейчас наверное уже около где-то часа дня поэтому да, надо еще успеть застать солнышко потому что темнеет ну где-то часов шесть уже полностью темно поэтому надо еще успеть погулять сейчас мы идем обедать в одно из моих самых любимых заведений в Одессе именно для того чтобы просто вот покушать поэтому тоже вам обязательно покажу а сейчас вот мы приближаемся к оперному театру вот он там вдалеке один из самых красивых или по-моему даже самый красивый оперный театр в Украине будете проездом заходите и вот центральная улица Дерибасовская вот так вот она выглядит и то место куда мы направляемся как раз таки на Дерибасовской и находится называется оно Злачное место и там прикол в том что вы платите только за тарелку можно так сказать и целый день вернее не целый день ну там сколько вы будете сидеть столько вам постоянно будут приносить еду и вы можете как съедать все или вообще там ничего не съесть и отказаться от основного какого-то блюда и через какое-то время вам принесут еще и еще и еще в общем то если вы хотите именно прийти покушать то это прям супер вариант ну вот мы находимся уже просто центральный некуда торговый центр Европа Дональдс самые крутые достопримечательности стейкхаус очень известное заведение но мне лично вообще не нравится если будете в Одессе я намного больше рекомендую сходить в бюбар гостиница Москва которого никак не доделают ее уже я не знаю ну года три наверное точно делают вот это здание и все никак не доделают и вот мы уже пришли в самом-самом центре и вот собственно о чем я говорила посмотрите значит здесь завтрак ой тут солнце отсвечивает давайте как то я вам покажу чтобы было видно вот завтрак стоит 69 гривен вот это сюда входит и потом идет ланч вот ланч и правила бесконечной еды в общем то возьмите себе на заметку я очень люблю это заведение я была здесь последний раз довольно давно но мне очень понравилось сейчас посмотрим не испортилось ли здесь и вот нам уже принесли наш первый сет вот здесь не знаю что это такое в корзинке вообще на сыр похоже какой-то дальше какая-то штука с паштетом бутербродики салатик один салатик два салатик три ну в общем то сейчас будем приступать ну как тебе вообще ну в целом было неплохо я правда не очень люблю винегрет а вот это не знаю что это но но очень важно это оливье оливье да неплохо вот тот вот салатик был самый вкусный который с мясом вот он вот здесь вот был у меня первый да от него ничего я не оставила и еще я съела полностью оливье это мне не очень это мне тоже все не очень в общем я его оставляю и кстати тут тоже такое правило что если вам что-то понравилось конкретно вот в этом сете например вот салат его можно тоже бесконечно просить чтобы еще и еще и еще вам его принесли но открою вам небольшую тайну лучше не сильно наедаться первым сетом и вторым потому что они самые такие как бы как ни о чем на третий сет они подают уже мясо и те кто голоден они наедаются зачастую первым и вторым а на третьей уже места не остается так вот вам небольшой совет оставляйте место на третий сет прибыл наш второй сет во втором сете у нас как он их назвал зразы да? картофельники с грибочками три пирожка сулугуни в лаваше и борщик так что сейчас приступим ко второму сету тебе что по виду больше всего нравится? мне? пока больше и больше фу какой ты скучный итак нам принесли третий сет и он выглядит по моему наиболее вкусно из всего что нам приносили здесь соус какой то красный потом какие то вот такие вот сосиски на шпажках и это что это как картошка? но не похоже на картошку картошка в пиляре каком то нет что то такое странное в общем то мне кажется не картошка ладно мы попробуем потом выяснить это рыба? нет это лук нет здесь вот тоже еще скорее всего это курица и три вот таких вот сосисочки кстати тоже я вас обманула оказывается нельзя дозаказывать уже то что понравилось дополнительно то есть они приносят только эти три сета и все раньше у них было что можно было дозаказывать но видимо вот так вот таким способом они с кризисом борются мы только что закончили с нашим обедом в принципе я осталась так же довольна как и в прошлый раз очень мне понравилось вкусно было и я бы могла наесться даже двумя этими сетами третий уже так пошел ну так скажем так лег камушком так что ой блин завтра надо идти будет в тренажерный зал это все выгонять из себя а сейчас я кстати направляюсь в Еву мне нужен карандаш для бровей потому что тот который мне пользовалась у меня уже сегодня закончился и уже еле-еле сделала свои брови им поэтому надо купить какой-то карандашик а потом я хочу еще не определилась то ли я хочу помаду для бровей то ли я хочу гель для бровей то ли что я вообще хочу для бровей в общем то поэтому пока я вернусь с карандашиком а там дальше еще посмотрим купила карандаш для бровей вот сейчас никита мне отдерет ее раскроет упаковку потому что я не хочу себе маникюр испортить все можно уже дальше не отдирать еще секундочку вот купила мне порекомендовала консультант ой вот та штука мне тоже нужна вот фирма ни разу не слышала такой Radiant называется это греческое производство насколько я понимаю одень мне пожалуйста этот колпачок вот и я взяла оттенок блонд он выглядит возьми пожалуйста крышечку я с одной рукой инвалид просто вот такой вот оттенок холодный блондовый очень такой вроде неплохой и еще тоже тестировала несколько помад довольно стойких но там не было интересных каких-то оттенков все какие-то довольно банальные поэтому я их не взяла в общем то да мини холл такой потестирую потом обязательно вам расскажу как она мне а сейчас мы взяли в Макдональдсе кофеек и идем еще погуляем к морю на Приморский бульвар к Потемкинской лестнице тоже спустимся покажу вам как это все выглядит если вы ни разу не были в Одессе может быть будет интересно вам блин такой пешеный ветер пчелка у меня просто везде уже где только можно как в этом как бриллиантовая рука мы вернулись к оперному театру то что я вам показывала сейчас немножко ближе вам его тоже покажу вот и будем спускаться ближе к морю на Потемкинскую лестницу конечно мы не пойдем уже на саму лестницу но тоже покажу вам и может быть если не забудут покажу вам тоже плоский дом и вот оперный театр во всей красе и эта машина меня уже просто задолбала там сидит кстати за рулем девушка и такое впечатление что она ее крадет вообще потому что она не может выключить собственную сигнализацию вот постоянно открывает, закрывает, открывает, закрывает и машина постоянно орет вот и для того чтобы спуститься к морю нужно пройти вот туда по Крымборскому бульвару так главное чтобы мы здесь не раздавили тоже ой 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 побежали побежали лошади кому интересно маленькие пони а вон уже видно дюка зеленого цвета встал он уже и сейчас еще покажу вам потемкинскую лестницу блин эти волосы это была плохая идея сегодня сделать такую прическу и вот потемкинская лестница опс и туда вниз мы не пойдем особенно после такого плотного обеда подниматься назад совсем не хочется для ленивых тут все эти фуникулеры есть и сейчас если пойти вот сюда вот в дюк еще вам ой так красиво на закате вам все выглядит и вот если сейчас пойти еще немножко дальше если мы туда сейчас пойдем то я покажу вам еще плоский дом а вот впереди дом одной стены смотрите наблюдайте за ним и вот именно с этой точки начинает казаться что это дом одной стены как будто он абсолютно плоский и как будто построена всего лишь одна стена в нем и кстати его собираются снести поэтому в ближайшем будущем я думаю если его снесут то вы уже его не увидите очень жаль потому что довольно интересный домик такой ну вот по большому счету и все я уже вернулась домой за окном уже довольно темно и я в принципе так объелась сегодня что абсолютно ничего не хочется сейчас наверное я себе просто чайку сделаю попью чайку и да я наверное буду смотреть youtube видео до конца вечера поэтому буду наверное на этом ой надо будет что-то сильно громко да в общем то буду на этом наверное с вами прощаться спасибо что провели этот день со мной обязательно оставляйте свои комментарии внизу и пока пока